Здравствуйте, дорогие господа! В эфире с вами программа «Серёгинский склад». И сегодня мы будем разбираться, как собеседнику сказать, каким образом, что мы с ним согласны, кроме слова «так». Каким образом ещё засигнализировать, что мы согласны с собеседником. Итак, первое слово – это слово «влашне», которое на русский язык переводится как «именно». Оно подчёркивает, что мы действительно согласны с собеседником. Ещё раз повторяю это слово «влашне». Повторяйте за мной «влашне». Так, следующее слово – «сгадзамщем». Что обозначает это слово? Это слово обозначает «я согласен». Ещё раз повторяем за мной «сгадзамщем», если быстро произносить. Есть ещё одно соответствие в разговорном языке этому «сгадзамщем», когда говорят «сгадзащем». Вы что-то говорите, и ваше собеседник говорит «сгадзащем». Это не совсем правильно, но в разговорном языке его употребляют очень много поликов, поэтому я считаю, что со временем это выражение станет абсолютно литературным. Дальше. Следующее. Как ещё можно согласиться с собеседником? Можно сказать «машрация». Это обозначает «ты прав». Или разговорное соответствие, такое более коллоквиальное соответствие – это когда мы говорим просто «рация». То есть с хорошими знакомыми, в молодёжном кругу и так далее, можно сказать, если с кем-то соглашаемся, «рация». Это не совсем литературно, но это можно сделать в разговорном языке. Итак, повторяем. «Машрация» и «рация». «Машрация» и «рация». Дальше. Как сказать «конечно». Наверное, многие знают, можно сказать «отшевище». По-польски это звучит «отшевище». Дальше. Есть ещё одно слово «певне». Когда мы очень сильно соглашаемся с собеседником. Действительно, именно это обозначает. Певне. Певне. Дальше. Есть два слова ещё. Они звучат так. «Фактычне» и «жечевище». «Фактычне» и «жечевище». Они обозначают такой небольшой нюанс здесь есть. Они обозначают, что мы... А действительно. Как такое открытие как бы. То есть мы этого не знали, наш собеседник нам об этом сказал, и мы с ним согласились. А действительно, так оно и есть. Ещё раз повторяем эти два слова. «Фактычне» и «жечевище». «Фактычне» – естественно, заимствованное слово. «Жечевище» – более польское. И здесь есть ещё одна такая загвоздка, потому что в польском языке есть слово «докладне». «Докладне». И оно обозначает... На русский язык его можно перевести как «точно». То есть, например, возьмём такое предложение. «Есть точь докладне» – «такий сам, як твой ойтец». Например, «ты точно такой же, как и твой отец». «Ты именно такой же». Или лучше, конечно, здесь сказать «ты точно такой же, как и твой отец». Так вот, в русском языке слово «точно» имеет как бы два употребления. Можно сказать «точно», в смысле какой-то точный результат, то есть очень такой конкретный. И можно сказать «точно соглашаясь с собеседником». Вот по-польски это было бы ошибкой. То есть, когда нам что-то говорят, а мы согласны, когда поляки говорят «докладне», соглашаясь с собеседником, это неправильно. Но очень многие так говорят. Очень многие так говорят, и поэтому возможно, что через несколько лет или через несколько десятков лет в следующем поколении это слово войдёт в нормальное употребление. Пока что это неправильно. Это не норма. Так что помните об этом. Я думаю, на сегодня это всё. С вами была программа «Серёгинский склад» и Серёгина Светлана. До скорых встреч. Пока-пока. Честь.